Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас рынок криптовалюты немного пошатнулся. Сегодня мы разберем причины, почему это произошло. Также мы поговорим о интересных аирдропах XRP, которые сейчас, кстати, растут. Если вы их слили, то, увы, часть информации из этого ролика вам не пригодится. И также, в принципе, поговорим, немного затронем о Луне, но в основном тема ролика будет по XRP. Луна у нас, как видите, скорректировалась. Ранее в закрытом канале я писал, что стоит выходить по 3 доллара и, в принципе, указывал лонг до 3 долларов. И, соответственно, мы вышли по 3 доллара и сейчас имеем довольно-таки неплохую коррекцию. Это говорит о том, что здесь наша теория команды подтверждается, что крупный игрок решил накапливать позиции и вытряхивать хомячков. И это довольно-таки круто, потому что на этом можно и нужно зарабатывать. Ну, а что касается XRP, сейчас он торгуется около 47 центов. Хочется отметить, что цена не критическая. Почему? Потому что при отметке биткоина, который приблизился вплотную к 18 тысячам долларов, XRP имеет стоимость не 30 центов, а 47 центов. Это довольно-таки круто. Также на 4-часовом таймфрейме мы видим здесь мощное сопротивление. То есть, это район у нас 54 центов. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, как минимум, здесь сделали двойной хай. То есть, по сути, здесь крупные игроки выходили. Первый раз они слили, видимо, половину своего объема. И второй раз проделали это тоже. Сделали они для этого, чтобы, естественно, слить свои позиции. Большинство монет продать, распродать, которые они накапливали, например, летом. Потому что у нас накопление было практически с середины мая. И вот заканчивая сентябрем мы, наконец-таки, вышли и киты реализовали прибыль. В таком случае, около, давайте посмотрим, сколько здесь была прибыль у них. Ну, примерно 80% довольно-таки неплохо. То есть, уже есть, в принципе, сомнения, что XRP поведут дальше. Потому что на 4-часовом таймфрейме здесь явно была разгрузка. И здесь, в принципе, формация у нас идет к тому, что она ломается. Если мы пробьем 44 цента, то, в принципе, здесь уже мы будем падать. И, скорее, будем падать в район, опять-таки, 30 центов. То есть, ретест дна. Это вполне вероятно. Поэтому, если, в принципе, вы понимаете, о чем идет речь. Вы можете, в зависимости от своей ситуации, сориентироваться, что вам делать дальше. То есть, если вы холдер, вы можете докупить XRP. Если вы трейдер, то вы можете, если ранее заходили в позицию и, в принципе, покупали XRP, когда я об этом трубил летом. То вы можете сейчас зафиксировать. Причем, прибыль, которую вы зафиксируете, она составит, на самом деле, примерно 35% в среднем, скажем так. Кстати, дорогие друзья, рекомендую вам очень надежный и проверенный криптопроект Star Wars Matrix. Из их целей отмечу следующее. Капитализация 1 млрд долларов до конца года. Упростить и автоматизировать доступ к пользованию криптовалютой. Создать собственный обменник. Запустить свою экосистему. Сам проект является высокодоходным и предлагает 1% ежедневно. Вывод дохода также на ежедневной основе. Вот и вывод производится в BNB. Ребята постарались и сделали удобное мобильное приложение, которое позволяет инвестировать без компьютера, используя только мобильный телефон. Проект с огромными перспективами и расписанным планом на 3 года. Также предусмотрена очень интересная реферальная система. Если вы думаете, куда сейчас вложиться, это действительно хороший стабильный вариант. Многие уже зарабатывают на нем 1000 долларов. Ссылка и информация о проекте будут в описании под видеороликом. Если мы говорим про перспективы, то я сейчас жду по XRP подтверждения данной формации. Если мы здесь уже не пробьемся, не пойдем выше, упадем ниже 44 центов, то здесь пока что нас ждет не самый благополучный рынок. Если мы говорим про аэродропы, есть такой аэродроп Salagenic. В отличие от аэродропа SGB, который тоже раздавали холдерам XRP, Salagenic неплохо вырос. SGB такого, к сожалению, не показал. И пока что он торгуется около 2 центов. Но у него также будет данная ситуация, потому как если токен Solo сейчас вырос, то SGB рано или поздно тоже вырастет. Токен Solo у нас стоит 37 центов. Соответственно, за последнее время это самая высокая цена. И однако это не самая высокая цена за год в целом, если мы берем. Потому как прошел практически год, но цена не самая высокая. То есть была цена у него, конечно же, намного выше. И выше в 10 раз. То есть он имел стоимость 6 долларов. То есть мы можем сказать, что здесь, если мы говорим про какие-то там прибыли, то, конечно же, этот токен следует держать дальше. И впоследствии там выйти. Я думаю, что нормальный выход это либо там доллар. От доллара до 3 долларов можно себе рисовать диапазон, где можно будет выйти. Потому как токен рано или поздно он туда придет. И что самое интересное, что данный токен могут залистить на биржу Binance. Поэтому за биржей Binance тоже нужно следить. Что касается XRP. Что у него сейчас. То, что в принципе мы видим. Если мы берем XRP как-то на долгосрок. То вообще нет необходимости в PayPal, когда есть XRP. И это правда. Также стоит отметить еще один такой тезис, что Bitcoin это всего лишь тест. А XRP станет первым многомиллионным токеном. И в будущем 10 XRP будут 10 миллионов долларов. Вот поэтому не стоит быть глупым. Поэтому станьте банком до того, как банк заработает. Также что по XRP, что по новостям у нас есть интересного. То, что в принципе здесь Ripple сотрудничает с Lehman Bain и XBain. Чтобы использовать свое расширение on Daymond Liquidity. Для предложения криптовых платежей по всей Европе. Речь идет о таких странах в первую очередь. Как Франция и Швеция. Что касается интересного. Если мы будем с вами брать конечно же. Такие уже готовые графики. То если мы заблокируем вообще весь шум, который происходит с XRP. Там отключим сек и так далее. То здесь у нас на самом деле XRP стоит на распуте. И у нас линия тренда по сути сломалась. И это может быть говорить о том, что у нас XRP вполне себе может вырасти еще куда выше. А сейчас вот эта коррекция она является обманкой. То есть даже если XRP там упадет еще чуть ниже. Но не ниже там 44 центов. То в принципе можно даже еще держать XRP. И вполне себе мы можем здесь внезапно пробить то сопротивление, которое здесь есть на рынке. Это 54 цента. Поэтому пока что сейчас следует конечно же аккуратно подходить к трейдингу, к инвестированию. Потому что здесь у нас действительно интересная ситуация. Если мы говорим про опять-таки тот график, который у нас идет к биткоину, XRP к биткоину. То XRP имеет стоимость сейчас в 2,5 тысяч сатош. То есть стоит отметить, что XRP нарисовал такую же картину как к USDT. То есть здесь походу киты выходили к биткоину. Также по 2700-800 сатош. Потому что они сливали и в принципе сейчас готовят XRP к крутому пике. Хотя вот здесь у нас в принципе рисуется довольно-таки интересная картина. Когда все-таки цена торгуется на 0,5 мувингом. Однако она не пробила 0,2 мувинг. Что не дает нам права говорить о том, что XRP действительно очень бычий. Если мы говорим про действительно другие вещи, то здесь по волнам у нас выглядит ситуация так. Что XRP вполне себе там может вырасти в райончик 5 долларов. После пойти коррекция на 3 доллара и впоследствии там уже выйти в район 15 долларов. Но для этого естественно нужно, чтобы XRP сейчас себя максимум показал на фоне вот того, что происходит на планете Земля. То есть, чтобы этот проект нужен был кому-то и чтобы он был юзабельный. Если этого нету, то к сожалению проект будет долго раскачиваться или вообще не раскачается. Что касается значит биткоина, почему он упал? Он упал ниже 18 200 долларов на фоне публикации данных об инфляции в США. Я считаю, что это спекулятивное новое спекулятивное падение. Почему? Потому что наоборот чем больше печатается денег, тем хорошо. Но умные люди понимают, что нужно покупать нечто, что имеет ограниченную эмиссию и не может быть добыто там свыше или намайнено или как-то сделано. То есть, это биткоин 21 миллиона эмиссия биткоина. И там с них, из которых там добыто сейчас скажу 19 миллионов 177 тысяч. То есть, это говорит о том, что вот что нам нужно. Но вот несмотря на то, что там была такая публикация, я считаю, что это не отнюдь падение рынка и так далее. Наоборот, падать должны те щиткоины, как раз такие, которые подвержены этой самой инфляции. Например, щиткоины, которые имеют там proof of stake. Потому что вы просто положили свои монеты, стали валидатором и вам капают монеты. То есть, это определенно не совсем правильно и это определенно отчасти даже, скажем так, инфляция. Потому что, если каждый так сделает, то каждому нужно будет насыпать монеты и, по сути, у самого проекта разгонится просто инфляция. А когда ты майнишь, добываешься, вкладываешься в оборудование, ну это уже немного другое. И мало того, когда это другое имеет ограниченную эмиссию. Что касается, значит, Майк Новоградса, что он заявляет, что он уже говорит, что медвежий кейс означает, что у нас осталось до 2 до 6 месяцев того падения, которое есть сейчас. И в бычьем случае рынок начинает ломаться и мы увидим множество переломов, не обязательно в криптовалютах, но и в остальном мире. То есть, в принципе, Майк Новоградс заявляет, что до 6 месяцев нам нужно еще, господа, подождать, чтобы рынок криптовалют восстановился. Что интересного также стоит отметить на этом падении. То есть, те криптовалюты, которые у нас есть на рынке, например, там та же криптовалюта ZEC, то есть, она поломала 50 долларов. А 50 долларов у нее была, кстати, поддержка до сегодняшнего дня. И вот смотрите, как она сломала 50 долларов и ушла ниже. То есть, это говорит о том, что ZEC даже может там спуститься в район 30 долларов, а то и даже ниже. Почему? Потому что в прошлом медвежьем цикле, когда рынок у нас был после хайпа 2018 года, ZEC опускался там в район даже 16 долларов. Была монета 20 долларов. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Потому что альткоины сейчас тут некоторые ломают дно. И если бы XRP не вырос, то сейчас, возможно, он улетел еще ниже и так же само начал ломать дно. Что также интересно, то что эфир не растет, эфир топчется на месте. Если он поломает у нас поддержку в 1000 долларов, то тут тоже будет перелом. И тоже эфир окунется там в район 5,100, а то даже ниже долларов. И будет долго накапливаться валидаторами в рамках стейкинга. Поэтому вот такие дела. Всем пока и до новых встреч.